Мы на старом мусульманском кладбище. Это захоронение где-то вот... 36-й год. Это до войны. 44-й попадаются. Тоже вот такие же таблички железные. Ну а камни вот эти надгробные, что-то сложно понять. Высечена... На арабском. Да, арабская вязь. Сложно понять, какое захоронение даже. Ну, наверное, это все-таки постарше, чем в 44-38-е годы захоронения. А вот говорили, что здесь где-то еще хранили пленных немцев, вроде говорили. Ну, что-то я... Мы не находим тут ничего абсолютно. Вот эти вот камни, может быть, торчат. Но, опять же, их, наверное, деревянные были. Там не о чем не говорят, видишь. Тут много таких маленьких. Вот, видишь. Вот маленькие. А что у нас сначала? Вот там маленький тоже камень. Ну, ни фамилии, ничего нет. Мы пройдем еще туда, в конец, посмотри. Ну, там вот видно, что новые уже, мусульманские. Вот там черные, да? Да, это темные тоже этот. Там как памятник. Да. Квадратный такой. Ну, давай пройдем туда, посмотрим еще. Вот. Вот здесь ничего не вижу. Ну, вот эти вот столбики. Вот к нам едет. Сюда едет. Вот он. Вот он. Вот железо. Это и железо сделано. Вот надгробное. Привет, друзья. Мы находимся на территории мусульманского кладбища. Почему мы здесь? Потому что мы сами слыхали и знакомые нам рассказывали о захоронении военно-пленных. И мы решили проехать и посмотреть. На этой территории в основном мусульманские захоронения. Есть очень старые, где-то начало 20 века. Мы посмотрели вокруг, но и ничего не увидели. А потом вот случайно увидели вот этот памятник. Думаем, давай пройдем, посмотрим. Сначала мы думали тоже, что это мусульманское захоронение. Но когда подошли поближе, то увидели, что это вот надгробная плита. И там написано, что итальянцам, умершим в Казахстане, на Щучинской земле. Мы об этом точно не знали. И вот увидели, вот вы видите надпись на казахском, на итальянском и на русском языках. И нам стало интересно, с чьей стороны был поставлен этот памятник. Со стороны Казахстана или итальянцев. И кто это люди захоронены здесь? И как они вообще здесь оказались? Если кто-то, может быть, владеет данной информацией об этом захоронении, то, пожалуйста, напишите в наших под видео в комментариях. В интернете данных об этом захоронении нет. Я смотрела, так и не нашла. А вот сейчас вот по правую сторону от этого памятника, вот вы видите такие вот деревянные столбики. Я думаю, что вот это и есть захоронение этих людей здесь. И видите, они все одинаковые столбики такие вот, заостренные. И с одной стороны, вот как-то вот видите, как вот стесано. Может быть, здесь были номера, может быть, какие-то надписи. Ну, вот такие только вот столбики и остались. Я насчитала 11 столбиков, но много, наверное, все-таки, это все-таки дерево, сгнили эти столбики. И неизвестно, сколько здесь людей, какое количество здесь захоронено. Это захоронение находится, и этот памятник напротив дороги, вот трассы, которые проходят в сторону Кокчитава и Астаны, со стороны города. Можно отсюда зайти. Здесь огорожено, можно открыть, как калитка, и можно зайти. А мы вначале подъехали с другой стороны, пришлось нам там через забор перелазить. Оказывается, здесь вот можно спокойно зайти и посмотреть. Это хорошо, что мы решили посмотреть, что же за памятник. Мне показалось, как-то он, ну, не похож вот на мусульманский. Хотя мы думали, что это мусульманский. Вот с правой стороны там вот свежие могилы, это уже вот захоронение недавнее. А здесь вот прошли и нашли. И наша просьба, делитесь этим видео, чтобы больше увидели этот памятник. Может быть, кто-то и знает и напишет. И мы получим какую-то информацию об этом захоронении. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok